Короче говоря, секрет Ромы. Это была суббота, а это были прикольные пузырьки у меня в кружке. И да, мне 22 года. Надо становиться серьёзней. Не, ну серьёзно. Серьёзно оделся. С серьёзным лицом выкинул свою коллекцию крышечек от молока. Я держался. Как мужик. Мужик, который выкинул свою коллекцию крышечек от молока. В гости приехал Рома. Он был серьёзен как никогда. Я спросил, что случилось. Он сказал, что лучше присесть. Мы присели. Он собрался говорить. Сергей. А как ты такие прикольные пузырьки делаешь? Я понял, что серьёзность подождёт. Мы веселились. Играли в догонялки. Ходили в поход. Путешествовали по миру. Вернулись домой. Это были лучшие 5 минут в нашей жизни. Роме кто-то позвонил. Что-то сказал. Рома куда-то засобирался. Это было как-то странно. По пути он обронил бумажку. Я пустился за ним. Он зашёл в шкаф. Я тут же открыл его. Но Ромы там уже не было. Блин. Вернулся к бумажке. Развернул её. Там была ещё одна бумажка. Я развернул её. Там было что-то написано. Это явно шифр. Прочитал наоборот. Я убирал гласные буквы. Убирал согласные. Убирал не согласные. Всё равно ничего не понятно. Посмотрел на обратную сторону. Тут был нормальный текст. Я так и знал. Стал читать. Сегодня в 18.00 в секретном месте состоится собрание секретных людей с секретными намерениями. В этот секретный вечер мы будем обсуждать самые секретные вопросы и секретничать на самые секретные темы. Постскриптум. Для самых тупых секретное место это Серёгин двор. Интересно. Значит, Рома состоит в тайном сообществе. А я подозревал, что ему есть что скрывать. Один только шкаф с телепортом должен был заставить меня задуматься. Мне стало интересно. Надо устроить засаду во дворе. Решил подготовиться. Взял еды. Ещё еды. И ещё еды. Я основательно подготовился. Это было больше похоже на пикник, чем на засаду. Я убрал еду. Ещё еду. И ещё еду. Спрятался в теплице. Стал дожидаться. Подумал, что засаду нужно делать хотя бы за полчаса до собрания. А не за четыре. Прошло 15 минут. Я захотел в туалет. Стал думать, куда лучше сходить. На огурцы или на помидоры. Решил пока никуда не ходить и носить интригу в себе. Прошло время. Много времени. На часах 17.59. Никого не было. Может, у них другой часовой пояс. Или они собираются в другом дворе другого Серёги. Восемнадцать ноль ноль. Во дворе стояло несколько людей в капюшонах. Это выглядело пугающе. Пугающе неровная плитка во дворе. Я прислушался к их разговору. Стал записывать на листочек всё, что услышу. Прочитал, что вышло. Вишня. Аккордеон. Говорливая столешница. Да, со слышимостью здесь было плоховато. Нужно выяснить, кто из этих людей Рома. Может, крикнуть Рома, и кто из них обернётся, тот и есть Рома. Но они ведь все повернутся на звук. А может, позвонить ему по телефону, который я забыл у себя в комнате. Всё понятно. Есть один стопроцентный вариант. Я достану жареную селёдку, и Рома повернётся на её запах. Ведь он её так любит. Я достал селёдку. Они все повернули голову в мою сторону. Такого расклада я не ожидал. Они сняли капюшоны. Все эти люди были Ромы. Абсолютно серьёзные. От страха я тут же перестал держать интригу в себе. Они подозвали меня. Забрали селёдку. И по очереди стали рассказывать. Кажется, у тебя накопилось немало вопросов. И пора ответить на них. Мы тайное общество Ромасоны, которое следит за порядком во всём мире. Что касается жареной селёдки, она испокон веков даёт нам особенные способности. Привет, Серёг! Такое приветствие мы используем для сканирования помещений и поиска угроз извне. Мы перемещаемся при помощи шкафов для максимальной оперативности. А ещё стоит сказать, что Барсук Евгений... Чшшшшшшш... Ну в принципе они всё сказали. Я был в шоке. Ведь теперь узнал главный секрет Ромы. Точнее, Ром. Как же мне теперь жить с этой информацией? О которой я и так знал. А кое-кто знать не должен. короче говоря наш секрет и короче подписывайся на канал это очень важно для нас ведь ролики здесь выходят регулярно также ставь лайк нажимай на колокольчик и посмотри здесь предыдущие ролики спасибо за просмотр